Если раньше женщина ассоциировалась с семьей и домашним очагом, то сегодня ее роль выросла во много раз. Женщины не только занимают руководящие должности, но и вносят много изменений в систему законодательства, в том числе и в Бурятии. Вы знаете, недавно мы обсуждали, что такое, есть ли вообще понятие женская политика, законодательные инициативы женщин, есть ли вопросы, которые продвигают только женщины. Да, действительно это есть. Это, как правило, социальные вопросы, потому что женщины в них больше заинтересованы. В свое время именно по инициативе женщины подняли зарплаты депутатам Народного хурала. Анна Скасырская решила привести в соответствие закон о статусе депутата. Я-то, конечно, была предпринимателем, я достаточно была еще богатая, ну предприниматель, да, а там пришло 12 тысяч, а все же пришлось оставить 12 тысяч. Я так думаю, ну не может быть такое, чтобы это почитало закон, он должен намного выше быть. Но, в принципе, это был большой разрыв между исполнительным органом власти и законодательным. А исполнительные и законодательные власти равны по власти и по всем социальным обеспечениям. Ну, короче, я привела в соответствие со всем правительством, как должно получать министр, и так депутаты, я привела это в соответствие. Это, конечно, тоже был большой скандал. В том же третьем созыве по инициативе Анны Скасырской отменили и горный бизнес. Ну, мы запретили закон и горный бизнес. Многие там были такие желающие, чтобы и горный дом у нас тут сделать. Ну, мы очень большое усилие приложили, чтобы этот закон не принять. Иногда спорили, иногда искры летели, но мы всегда приходили к определенному согласию. Еще одно судьбоносное решение в законодательной деятельности Народного хурала стало создание ТОСов. 131-й закон о местном самоуправлении. Это самый очень сложный момент, это рассказывать о законе, вообще 131-й закон, 38 полномочий. А потом через какое-то время стали объяснять, что такое ТОСы, территориальное общественное самоуправление. И вот когда действительно начинали мы там с нуля, конечно, это не одним, и правительство тоже этим вопросом занималось. Но мы совместно к концу созыва уже 1500 ТОСов мы создали. Это было очень интересно. Ездила по районам, и вот по районам, когда ездила, рассказывала все, создавали ТОСы. И заодно я вот создавала свою общественную организацию «Женщины Бурятии». И тоже, по примеру, как вот партия «Един Россия», вот по примеру партия «Един Россия», также создавала местное отделение, в общем, во всех районах и поселениях. Четвертый созыв запомнился также деятельностью комитета по межрегиональным связям. Депутаты представляли интересы коренных многочисленных народов. Большой вклад в работу комитета внесла Анна Найканчина. Четвертый созыв, да, действительно, это был созыв такой очень такой интересный. Очень много было сильных политиков. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что вот тот комитет, который был тогда по межрегиональным связям, он был такой достаточно очень таким опытным, да. Вот там был у нас депутат, потом ушел в Государственную Думу Мархаев Вячеслав Михайлович, потом был Герой России Толбоев Тайгип Амарович. Такой опытный, такой очень хороший был комитет. Очень много было идей, очень много было, значит, законодательных инициатив. Мы тогда прорабатывали вопрос и по рыболовству, и по охоте. Было разработано положение, потом утверждено постановление народного хурала об ополномоченных представителей коренных и малочисленных народов при народном хурале. Это был, наверное, тогда такой, скажем, прогресс в деятельности представительного органа республики. Сессии, они были такие интересные. На сессию приходилось всегда идти с таким удовольствием, потому что, понимая, что может быть что-то интересное, какая-то сенсация, или какой-то там вопрос был очень серьезный, какие-то поднимались. То есть, мне кажется, хурал был тем местом, где вот решалось много. В каждом из созывов были женщины, которые запомнились своей работой. Так в свое время зампредом хурала была Фаина Батоева. Запомнились и Евгения Лудупова, Светлана Будаева, коммунист Екатерина Циренова, Лариса Крутиян, Оксана Бухольцева и не только. Каждая из них внесла свой вклад в развитие республики. В прошлом году народный хурал принял закон, внес изменения, федеральный закон об обороте алкогольной продукции на территории республики Бурятия, где были прописаны две территории, зоны трезвости, да? Территория трезвости. И вот это на самом деле, когда мы начали разговаривать, это, безусловно, это, конечно, инициатива женщин. Они организовали сход, они приняли решение, обратились в райсовет, райсовет поддержал, оформили инициативу, направили в хурал. И за этим стоят женщины. В пятом созыве, это еще самый первый, наверное, созыв, когда мы работали, возник вопрос о доплатах для победителей международных конкурсов нашей культуры. Помните, когда Рен Баттер победил на конкурсе имени Чайковского, да? Какой был фурор. И тот год был такой достаточно прорывной. Мы на многих международных конкурсах занимали первые места, брали гран-при. И когда мы обратились к тому, что хочется поощрить и педагогов, которые готовили, и самих артистов, оказалось, что у нас не прописаны эти стипендии, не прописаны премии, выплаты. Ну, соответственно, тогда с министром культуры, Тимур Гамбажаповичем, собрались, разработали изменения законопроект и нас депутаты поддержали. Мы потом смогли, наша республика смогла поблагодарить наших замечательных земляков, которые прославляют Бурятию. В нынешнем созыве среди депутатов трудится и Марина Рогачева. Последние годы она работала заместителем главы по социальным вопросам в Тарабагатайском районе. Поэтому в парламенте вопросы решает соответствующие этой сфере. Проблемы демографические, проблемы детских пособий, выплат. На сегодня с ними связано очень много проблематики. Много обращений было от жителей, наказы о том, как реформировать эту систему. Поэтому уже вот с этого мы начали. У нас уже проходил круглый стол в Комитете социальной политики. Мы разработали свои предложения, рекомендации и направили их уже на федеральный уровень. Сейчас надеемся на то, что наши предложения будут восприняты и уже начнется решение вот этой проблематики. Наказов на самом деле очень много. И проблематик их очень много. Разного плана. Это у нас и сфера досугой занятости детей. Это недостаток спортивных каких-то объектов. Это необходимое улучшение инфраструктуры образовательных учреждений. Проблема освещения дорог. Проблема вообще дорог. То есть вопросов очень много. Они действительно разные. Есть просто люди, обращаются индивидуально, чтобы помочь в решении какой-то проблемы. Или по состоянию здоровья. Или помочь детям куда-то выехать на какие-то другие города. На какие-то соревнования, конкурсы. То есть очень много разных наказов, много разных просьб. Среди депутатов седьмого созыва и Альбина Ильина из Кабанского района. Во время выборов она обошла своих соперников с большим отрывом. Мне много разных предложений поступало. Мне поступало, чтобы я стала главой поселения нашего Каменска. Говорили люди так, что если я смогла создать свое предприятие, прошла все огни и воды 90-е, они верят, что я что-то смогу изменить, жизнь к лучшему, что-то я сделаю. Вот на сегодняшний день моя такая задача, я уже сегодня обошла, наверное, от внутренних депутатов. Я бы хотела, чтобы дорожный фонд, увеличили дорожный фонд. На сегодняшний день объеху свои поселения, я понимаю, что дороги – это самая основная проблема, межпоселенческие дороги вызывают очень много вопросов. Потом это освещение, это все сюда к дорожному фонду входит. И поэтому я сейчас в этом направлении хочу в данный период поработать. Ну, думаю, не знаю, что получится, но я начала сегодня эту работу. Сегодня среди 66 депутатов Народного хурала – 11 женщин. Это рекорд за всю историю парламента. Мне кажется, что женщины более скрупулезные, более глубоко рассматривают именно процесс реализации закона. То есть они изучают закон не только с момента его подготовки и написания этих норм, они уже изначально продумывают, как он будет реализован, какие возникнут проблемы, какие возникнут вопросы. Начинают задавать вопросы, очень много вопросов возникает у женщин, именно когда идет обсуждение вопросов о том, как будет реализовываться этот закон. Не хотелось бы, конечно, обижать наших мужчин, да, но тем не менее, все-таки мне кажется, женщина более глубже входит в суть проблемы, особенно социальных проблем, более тоньше, более глубже, потому что, ну, она мама, она чувствует это сердцем ближе, она, наверное, более ответственная, да, в плане того, что она всегда знает, что у нее есть дети, у нее семья. Поэтому я думаю, что мы, ну, как бы глубже воспринимаем проблему, и мы лучше видим решение этой проблемы. То я как-то не анализировала, но женщины больше трудятся, а меньше занимаются политиканством. А что это значит? Опять это я, может быть. Поэтому я всегда говорю, что, наверное, мужчины – это стратеги, они определяют глобальную политику, определяют глобальный курс, а женщины идут и дальше устраивают вот эту всю жизнь, устраивают ее на местах и пытаются ее сделать комфортной, уютной, красивой, для того, чтобы действительно жить и любить то место, где ты живешь. Ну да, мужчины, они вроде бы джентльмены, но в политике и в выборах, особенно депутаты, они плечами-то толкаются так, что женщина отлетает. Очень трудно проходить, особенно по одномандатным округам, очень сложно бороться, особенно дебаты. Ты женщина, тебя могут обозвать, унизить или еще что-то там еще. Это, конечно, очень сложно. Женщине вообще политику сложно. Во-первых, конечно, тут всегда оглядываешься на семью, на родственников, как бы что ни сказали, а публичный человек, его могут любой, кто захотел, тот и что-то написать или сказать, а или хорошее, или плохое. Поэтому тут, конечно, женщине сложнее. Это получается из 66 депутатов только 11 женщин, но у нас прекрасный руководитель Татьяна Евгеньевна Монтатова, тоже с богатым опытом работы депутатской, и, конечно, мы тоже общаемся, советуемся с ней. Ну, безусловно, у нас даже появилось в седьмом созыве такое понятие, как женская фракция. Мы, конечно, негласно так себя именуем, но это действительно уже сила, это действительно возможность проговаривать многие вопросы, касающиеся именно женщин, проговаривать уже объединившись, проговорив внутри женского коллектива о том, как мы будем отстаивать наши вопросы. И мужчины, по-моему, действительно переживают, что женская фракция в народном курале появилась. Но потом женщине еще сложнее в том, что семья, это же домашние вопросы никто не отменял, так же и семья, и дети, и еще, если работа, то еще и работа, и еще быть политиком. Трудно же, женщинам труднее, конечно. Есть, наверное, уникумы, которые успевают все. Я абсолютно честно могу говорить, не успеваю, очень много не успеваю. И здесь самое главное, я говорила и буду говорить, это самое главное – твои тылы, твоя семья. Если они чувствуют тебя, если они понимают тебя, если они считают, что ты делаешь это все правильно, то они на самом деле поддерживают. И многие вопросы снимаются. У нас очень хорошие отношения с дочерьми. Меня дочери очень поддерживают. Они всегда понимают. Они знают, когда мама устала, когда нужно маме отдохнуть, когда ей нужно помочь. Но мы всегда стараемся находить такие минутки отдыха, чтобы проводить это время вместе. Ивенкистская семья, матриархальная семья, то есть женщина играла главенствующую роль. Мне, как представителю ивенкистского народа, как воспитанной в традиционной ивенкистской семье, наверное, было не так сложно, потому что у нас всегда женщины принимали решающую роль в решении того или иного сложного вопроса. Всегда оставалось последнее слово за матерью, за бабушкой, за супругой. Поэтому мне, наверное, было несложно. Мне было просто интересно, потому что и период у меня был такой. У меня хорошо, что муж ушел на пенсию военной, ушел рано, и он занимался как бы воспитанием детей. И у меня же оба мальчика, и он занимался этим. Так что вот мама-то была такая, будем говорить, воскресная. Ну, у меня замечательный муж, который, наверное, уже... Ну, наверное, уже сложно вспомнить, когда я готовила в последний раз в будний ужин, потому что это его уже в последнее время прерогатива. Ребенок, слава богу, младший, взрослеет, и уже уроки он делает самостоятельно. Это тоже от меня обязанность в последнее время устранилась. Поэтому я имею возможность больше уделять своей работе. Ну, на самом деле, я считаю, наша женщина, вот, российская, она очень, как сказать, закаленная, что ли, всеми. Действительно, сколько было периодов в нашей истории, когда женщинам приходилось оставаться самостоятельными и решать весь тот пласт проблем без мужчин. Поэтому я думаю, что мы закаленные, мы все успеваем. Мы и дома успеваем приехать, приготовить, да, что-то сделать, купить и на работе. Я как молодой депутат на сегодняшний день, хотя у меня такой возраст, ну, это, не молодой, но я когда смотрю на своих коллег, как они вникают в вопросы, как они прямо все это представляют, я уже вызываю чисто уважение. И хочется вот прямо работать, и какая-то мотивация, что вот надо что-то сделать, чтобы было быть полезным. Я не пожалела, что я пришла в хурал, мне было очень интересно, очень тяжело было, иногда обидно, но это было очень интересно, это очень интересный опыт с такими людьми пообщаться. А люди там непростые, там очень интересные люди. И бывают злые, жестокие, а бывают и добрые, которые подсказывают. Ну, вообще разные люди, но они очень, как сказать, у них есть чему поучиться. И хурал – это тоже как бы некая страница моей жизни, которая дала мне очень много, потому что четко работать с документами, внимательно читать, прямо за каждой буквой неправильную запятую поставишь, значение уже меняется не только слово, это предложение, но и значение судьбы, может быть, человеческой. Вот. Поэтому для меня это были самые хорошие годы. Но у женщин так много сегодня задач, и депутатская задача, функция, наверное, депутата – это не единственная ее роль. Женщина-политик, конечно, это очаровательная, добрая и очень умная женщина. При этом с них, естественно, не снимает никто ответственность за детей, за семью, за мужа, за родных и близких. И поэтому, конечно, они это все тащат, работают и выполняют. От всего сердца, от всей души хочу поздравить вас с наступающим праздником, с праздником любви, с праздником весны, с праздником добра, с праздником именно то, что самое ценное у нас – это вы. Те, кому мы доверяем все, что у нас есть. То есть мужчина без женщины – это половина мужчины. Женщина – это настоящий сильный человек.